Всем большой привет! Продолжаем нашу тему экономного меню на день. Сегодня на завтрак решила сделать блинчики. Обычно тесто на блинчики, да и на оладьи я делаю на глаз. То есть я уже знаю, какой консистенции должно быть тесто, поэтому точные пропорции не использую. Если вам нужны точные пропорции, я вам оставлю ссылку на другой свой рецепт блинов. Там все подробно написано. А здесь завожу обычное блинное тесто, в этот раз на одно яйцо. И выпекаю на разогретой сковороде с двух сторон до румяного цвета. Подаю сегодня со сметаной, ну и чай с сахаром. Вот такой вот завтрак у нас сегодня получился. Всем приятного аппетита! На обед сегодня приготовлю рисовый суп на косточках. Здесь у меня отвариваются свиные косточки. Варятся они примерно у меня полтора часа. За это время я подготавливаю все остальные овощи. Делаю зажарку. Обжариваю на растительном масле морковь с луком. Морковь у меня из заморозки. Все это обжариваю до мягкости. Сильно не зажариваю, так чтобы они стали мягкие. Подготавливаю рис. Здесь 3 столовые ложки. Я его хорошо промываю. И пока отставляю. Также нарезаю кубиками картофель. Тем временем косточки у меня сварились. Бульон процеживаю. С косточек снимаю мясо. Далее в процеженный бульон отправляю картофель. Варю где-то около 5 минут. Затем добавляю рис. Зажарку. Соль по вкусу. И также разобранное мясо. Все это провариваю уже до готовности. Также кладу лавровый листик. Убираю образовавшуюся пену. Пробуем на соль. И в конце в самом добавляю еще зелень. У меня петрушка. Ну и в принципе наш супчик готов. Даю ему 10 минут настояться. И можно разливать по тарелкам. И приступать к обеду. Всем приятного аппетита. Из выпечки сегодня приготовим быстрые бездрожжевые пирожки. Тесто у меня будет на кефире. Для начала приготовим начинку. На растительном масле обжариваю 2 средние луковицы до готовности. До такой легкой золотистости. И натираю 5 отварных яиц. Натираю на крупной терке. Далее отправляю все это в общую какую-то емкость. Присаливаю по вкусу. Все это перемешиваю. И наша начинка готова. Ни сметаны, ничего я сюда не добавляю. Ни яйцо, ничего. Оно и так прекрасно все связывается. Ну а далее приступаем уже к тесту. Кефир у меня теплый. Наливаю его в миску. Добавляю 1 желток. Далее сметану 2 столовые ложки. Также соль по вкусу. Сахар. И растительное масло. Все это перемешиваю. И постепенно начинаю добавлять муку. Замешиваю тесто. Сахар. 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 Далее каждый шарик расплющиваем вот в такую лепешку На середину укладываю начинку, у меня 2 столовые ложки И защипываю краешки Я защипываю вот таким вот способом Краешки еще раз подворачиваю, чтобы начинка у нас никуда не вырвалась И укладываю швом вниз на противень, застеленный пергамент Смазываю яйцом, смешанным с молоком И сверху решила еще посыпать кунжутом Отправляю в духовку на 180 градусов, минут на 20 Там смотрите уже по работе вашей духовки Вот такие получаются по итогу пирожки Они мягкие, они воздушные и очень вкусные Обязательно попробуйте На ужин приготовим котлеты с тыквой Здесь у меня свиной фарш, уже с добавлением лука и чеснока Добавляю к нему измельченную тыкву, соль, перец по вкусу Все это перемешиваю Формую котлетки и обжариваю с двух сторон на растительном масле до корочки Далее делаю соус-заливку Чайную ложку томатной пасты либо кетчупа, 2 столовые ложки сметаны Соль по вкусу, чайную ложку крахмала И заливаю все водичкой, примерно 150-200 мл Заливаю котлетки, тушу под крышкой минут 20 И вот такая вот порция на ужин у нас получается Две мини-котлетки, на гарнир гречка И в качестве овощей у нас свои домашние маринованные томаты черри Всем приятного аппетита!